Обманутая дольщица жилого комплекса Новомарусина Ярославна Евгенова адресовала свои иски правительству Новосибирской области и фондам защиты прав обманутых дольщиков. Сибирячка требует признать незаконным тот факт, что региональные власти до сих пор так и не ходатайствовали о софинансировании завершения строительства проблемного объекта перед федеральным фондом ППК. Ярославна Евгенова устала ждать, когда же региональные власти и Федеральный фонд защиты прав участников долевого строительства достигнут договоренностей по завершению долгостроевного Марусина. На данный момент у нас ответчик – это правительство и Московский фонд, и мы привлекли в качестве третьего лица Минстроенного в Сибирской области. Требование как формально звучало? Признать незаконным бездействием властей. По мнению Ярославны, суд должен обязать власти помочь пострадавшим дольщикам решить, наконец, квартирный вопрос. Ранее люди пытались привлечь внимание чиновников к своей беде многочисленными акциями протеста. Они голодали у стен областного правительства в октябре 2019-го. Здесь продувает нас, ветром сдувает. Мы будем вот так на лавочках располагаться, палатку не разрешают ставить, потому что сказали, это захват земли. Шли в рядах бездомного полка в феврале 2020-го. Все обещанные программы остаются на бумаге. До конкретной семьи, до конкретных граждан России дойти не можем. В середине сентября дольщики начали череду одиночных пикетов, которые, по их словам, спровоцировала неопределенность позиций фонда ППК и правительства Новосибирской области. Задали вопрос в фонд, почему нас не включили в наблюдательный совет. Выяснилось, что наш региональный фонд не подал нас в список. Более 80 дней к ряду дольщики выражали протесты по одиночке, дежуря с плакатами у здания областного правительства и дожидаясь встречи с губернатором. Но Андрей Травников так и не удостоил их внимания. Открещивался от неудобных вопросов на бегу и министр строительства региона Иван Шмидт. В ноябре обманутые дольщики Новоморусина в отчаянии записали обращение к президенту. Владимир Владимирович Путин, просим вашей помощи. Президент, помоги! 1 декабря люди начали бессрочную голодовку в строительном вагончике посреди заснеженного поля, рядом со своими так и недостроенными домами. Голодовка – это, конечно, уже некий шаг отчаяния, потому что все другие методы, которые можно было использовать, мы уже использовали. Во все инстанции мы обращались с просьбой простимулировать как-то решение этого вопроса, но нам не удалось. Было очень много сказано, да, мы там решим вашу проблему, вы будете номер один в списке для включения в фонд. Фонд начал работать, но наша ЖК так и не включена. Казалось бы, массовая голодовка дольщиков должна была заставить региональных чиновников принять срочные решения по этому проблемному объекту. Но не тут-то было. Протест продлился до 17 декабря, а ясности о дальнейшей судьбе замершей стройки нет и по сей день. Чем завершится судебное разбирательство по иску Ярославной Евгеновой, пока остается только гадать. Тут возникает проблема, что непонятно, кто должен поднять трубку и позвонить первой региональной власти или фонд, чтобы договориться, как дальше подписать это соглашение. Вроде и региональные власти уже согласны, а фонд теперь замолчал. Напомним, ЖК Новомарусина начинала строить ООДЖН в 2012 году по государственной программе «Жилье для российской семьи». Квартиры разлетались, как горячие пирожки. Уверенность в дольщика вселяла соглашение региональных властей с федеральным Минстроем о софинансировании проекта. Когда до 30 тысяч реализуется жилье, то по 4 тысячи за квадратный метр на инженерную инфраструктуру компенсируется с федерального бюджета. Да и как не поверить в успех предприятия, когда о нем так убедительно рассказывает губернатор. Но спустя три года порог застройщика обивали взбешенные дольщики с животрепещущим вопросом. Где ваши деньги? Куда они шли? Я, к сожалению, ответить не смогу. Сейчас вам необходимо будет назначить встречу с генеральным директором. В июне 2019 года ООО «Доступное жилье Новосибирск» признали банкротом. Сейчас бывшие сотрудники компании предъявляют претензии в арбитражном суде конкурсному управляющему Александру Чернусю. У кого-то из помощника заработной платы, допустим, по трудовому договору 48 тысяч раз налоговую инспекцию, он предоставляет справки, что он начисляет заработную плату по 80 тысяч. Плюс он принял их по трудовым договорам, хотя должен был принимать своих сотрудников по гражданско-правовым договорам, как это предусмотрено законом о банкротстве. Хотя бы одно нарушение, которое она вам транслирует в иске, соответствует действительности? Да, два. У меня там была опубликована инвентаризация с опозданием. И кроме этого, тоже какое-то вот такое вот мелкое нарушение. Я не своевременно провел собрание. Но в определении суда содержится иная формулировка. Служители Фемиды пришли к выводу, что конкурсный управляющий нарушил очередность выплат. Он произвел расчеты по налогам вместо погашения задолженности по заработным платам сотрудникам ДЖН. Нападки в свой адрес Чернусь воспринял как попытку бывшего руководителя компании Вадима Варвянского вернуть контроль над бизнесом. Ваше мнение, Ваулина, это аффилированный человек к Варвянску? Конечно же, аффилированный. А какие цели может Варвянский преследовать через инструмент контрольного? Отстранение меня от конкурсного управления и попыткой в последующем завести своего конкурсного управляющего, который будет лоялен к нему. Такого развития событий опасаются и обманутые дольщики Новомарусина. Дольщики не хотят, чтобы конкурсного управляющего сейчас отвлекли, иначе процесс восстановления наших прав просто опять приостановится на неопределенный срок, потому что никому документы просто в фонд будет подавать. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова